На Куликовом поле состоялось празднование 633-й годовщины Куликовской битвы, итогом которой стали не горы военной добычи, а завоеванные ценой большой крови русских воинов права на будущее России. Это сражение стало поворотным моментом в борьбе русского народа с Игом Золотой Орды. Куликовская битва дала толчок к народному объединению под властью одного государя, московского князя Дмитрия Донского, с божьей помощью заслонившего собой всю Русь. Эта победа была бы невозможна без благословения и молитвенной помощи Сергия Радонежского и небесного заступничества Божьей Матери. Торжественные мероприятия начались с божественной литургии и заупокойной панихидой по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена, совершенным митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием в сослужении епархиального духовенства. Торжества продолжились крестным ходом от храма Сергия Радонежского к памятнику колонии Дмитрию Донскому, с завершившимся лезьей по воинам, павшим за Отечество во все времена, и гражданским митингом в достойной славы предков, с возложением гирлянды памяти и славы, минуты молчания и прохождением торжественным маршем подразделений Пруцкого гарнизона. От всего сердца поздравляю вас с Днем воинской славы России. Более шести веков назад русские воины из разных княжеств и земель объединились, чтобы здесь, на Куликовом поле, дать бой монголо-татарским войскам. Победой в этом сражении наши дружины положили начало освобождения Руси от ордынского владычества. Отсюда же началось становление единого русского государства. Этого подвига не забыть никогда. Пройдут века, и люди будут приходить сюда, на первое ратное поле России, чтобы проникнуться его атмосферой и ощутить себя частью великой истории Отечества. Поздравляю всех собравшихся здесь, на поле Куликовом, с Днем воинской славы и с Днем мироспасительного праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в которой в истории человечества засияла заря христианской эры. Эры, в которой смысл жизни человека отождествляется с жертвенной самоотдачей себя в любви, Богу, создавшему весь этот мир, и людям, которых друг другу Он дарит для взаимного общения и любви. И этот опыт жертвенного самоотверженного служения Богу и людям 633 года тому назад здесь, на священном поле Куликовом, наполнил сердца и души и смыслы наших с вами предков. И мы сегодня здесь с вами собрались с той же целью для того, чтобы пред этой вечно горящей на красном калме Куликова поля свечой памяти, колонной героям Куликова поля, обновить тот же пламень жертвенной любви к своему Отечеству, к духовному наследию нашего народа. Участников и гостей торжеств на первом ратном поле России, дорожащих российской историей и пожелавших стать сопричастным к великому событию, ждала обширная культурная программа. Отмечаясь торжественными мероприятиями, начало которых уже положено торжественной литургией в честь праздника, а далее, так сказать, обширная концертная программа, три концертных площадки, военно-исторические биваки, поляна мастеров, ну и гвоздем всего, так сказать, торжества, массовых гуляний. Это реконструкция, эпизод средневекового сражения, который состоится на поляне реконструкции, в котором примут участие более 400 участников из военно-исторических клубов Украины, России, Белоруссии. Так что я думаю, что здесь сегодня каждый найдет на свой вкус какой-то уголок Куликового поля. И очень важно, чтобы приезжали, приезжали на Куликового поле с детьми, с своими родными, с близкими. Мы всегда рады, мы всегда ждем. Хороший праздник! Единение людей разных возрастов и разного положения на первом поле ратной славы России спустя 633 года после победоносного Куликовского сражения, произошедшего в день 20-го Богородичного праздника – Рождества Пресвятой Богородицы, служит наглядным примером силы русского духа и трепета перед Богом, вводящего человека в настоящую ответственность и свободу. Субтитры создавал DimaTorzok